Добрый вечер! Это Wall Street Online и очередной выпуск посвящен фьючерсовому рынку и основным направлениям по фин анализу. Мы сегодня рассмотрим как обычный S&P, FISX, DAX, индекс RTS, несколько валютных фьючерсов, золото, нефть. В общем, небольшой анонс перед началом обзоров, кратко буквально. 17 октября будет на базе школы Московской биржи курс по обучению анализ биржевых данных уровень эксперта. Там будет очень плотных, хороших 10 лекций и более детально можете ознакомиться на сайте. Собственно, вот и ссылка. Там много чего интересного, достаточно хорошая школа и много себе можете даже найти отличные курсы, бесплатные открытые мастер-классы. Недавно мы проводили несколько таких на школе. Так что черпнуть какие-то идеи, какую-то новую информацию можете там запросто. Так, ну и 18 октября третий открытый вебинар в рамках предстоящего последнего Smart Volume Trading полугодового курса подготовки трейдеров к реальной торговле. Интересная тема, не буду сразу рассказывать, ну, обязательно приходите в 20.00. Будет интересно. Ну, в общем, вот немножко информации про носы поговорили. И следующая неделя по новостям мы сейчас пройдемся. Понедельник более-менее спокойно в календаре. Начался отчетный период по компаниям Америки. И в самые такие нам нужны отчеты по крупным банкам. И в эту пятницу кто смотрел отчет по Bank of America, J.P. Morgan, Common Saks? Никто не смотрел? Жаль. Сейчас я вам зачитаю, подгрузится таблица. Итак, из всех отчитался Citigroup. Ждали по прогнозу 17,7 миллиардов. Ну, вышел чуть больше. Вернее, сори, 17,27. Мы отчитали 17,76. Вот, Commerce Benchairs в отрицательной. Ну, хуже ожидания. J.P. Morgan по APS прогноз был чуть ниже, чем отчитались. И доходность тоже по J.P. Morgan плюсовая относительно прогноза. 23 ждали, вышел 25. Потом, Wells Fargo ждали 22,43. Читался 22,30. Не очень большое смещение, поэтому как негативным воспринимать явно не будут. Вот. Ну, грубо говоря, даже учитывая ниже прогноза доходность, везде, в каждом банке эта доходность, ну, разница между прогнозом и отчетом чуть меньше. Не сильно, не сильно низкая. Вот, на следующей неделе... Сейчас... Подгрузится данные. Пока будет... Подгрузка идти, мы по новостям пройдемся. Так. В следующей неделе, в вторник, индекс потребительских цен и базовый индекс потребительских цен в Британии и Америке. В среду отчитается в Китае третий квартал по ВВП и объему промышленного производства. Потом, Британия также в среду, 19 октября, изменение числа заявок на пособие по безработице. И штаты покажут нам данные по разрешениям на строительство за сентябрь. Ну, процентная ставка канадский банк в среду также будет отчитываться, понизит, повысит, ну, и сейчас по процентам. В 17.30 в среду по штатам запасы сырой нефти и в 18.15 выступление главы банка Канады Полос. Четверг из важнейших – это пресс-конференция ЕЦБ в 15.30. Пока мне неизвестна тема этой пресс-конференции. Ну, собственно, и все. Значит, смотрим календарь. В общем, на неделе будут отчитываться. В понедельник самая важная отчетность Bank of America. В общем, вот так вот. Уже с понедельника будет понятно, какие у них перспективы и преимущества. Вернее, ну, по S&P какие строить планы. BlackRock во вторник. Потом Regions Financial. У них такая себе капитализация сейчас. UnitedHealth – это во вторник. BlackRock. Потом идет в среду USB, Bancorp и Morgan Stanley, American Express. Далее, NetherTrust. Потом идет в четверг PayPal, банк Нью-Йорка. И из таких вот, в общем-то, все. SanTrust Bank в пятницу. Ну, банковская такая неделька будет. Так что, практически 4-3 банка каждый день, кроме понедельника, будут на следующей неделе. Ну, в понедельник все три банка сразу взял под себя Bank of America. Своим отчетом он явно там наделает шумихи, если отчитаются очень плохо. Судя по Citi, JP Morgan, похоже, что Bank of America либо отчитается, ну, аккуратно, без сильных таких проблем, либо лучшее ожидание. По процентной ставке я... Развучил. А, да-да-да-да-да-да-да-да-да-да, совершенно... Ну, я про конференцию сказал, а про процентную ставку забыл. Совсем. Спасибо, что напомнили, подправили это правильно. Так. Ну, в общем-то, новый сайт вы видели уже. Он еще чуть-чуть не полностью загружен информацией, но очень скоро это все будет исправлено. Исправлено. Итак, начнем с... Будем смотреть сделки трейдеров на этой неделе, что у них получилось. Ну, давайте посмотрим быстро. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА так на первом месте неизвестный солдат рекомендую если открыто совершайте сделки заполните анкету и сохраните никнейм на втором месте девушка соника вот так вот она просто возглавила S&P прошлась полностью по продаже и вот сейчас намеренно я так понимаю на всю пятницу и выходные оставить позицию так знакомый мне человечек фиора неплохо неплохо вышел четко тут просто без слов без нет комментариев отличный выход здесь конечно они подло забрали его ну это рынок напомню для тех кто совсем недавно на wall street начал посещать не было у нас таких обзоров мы раньше проводили такие рейтинги смотрели сделки трейдеров которые открывают сделки публично через платформу волфикс это виртуальные счета реальные счета перемешку и первый балк студент смарт онен трейдинг который вот уже заканчивается они полгода занимались достаточно неплохо на этой неделе поработал аккуратно тихо спокойно ну в общем вот такому и учат да Костя вам порадовал на самом деле аккуратно аккуратно по чуть-чуть все конечно никто не может взять но уже 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 намного лучше на технически уже чувствуется в общем первый за ним сразу дышит в затылок а.м. тоже но профкурса студенты порадовали на этой неделе ко коч или кох ссори если неправильно прочитал закрыл покупку по индексуру трес финн тоже как это учился хорошо торгует да ну просадка была серьезная и бонд сейчас погружится его сделки ну в общем как видите первая тройка неплохо себя показала rixos тоже шортил двин ого похоже покупки были лишними в общем можете зайти посмотреть взять тестовый доступ и в разделе социал модули найти трейтинг и посмотреть сделки более детально можно за дольше период Powerful Traders добро и вам тоже так это сейчас мы рубль подгружаем много сделок наверно по рублю на этой неделе и снова кость на первый ну ты даешь неплохо да надо было написать я бы посмотрел вышел хорошо ну в общем не буду хвалить чтобы не не зазнался в общем аккуратно держись и не не сбивайся с вектором аккуратно надо отработать до автоматизма дизель тоже старичок наш так и вышел и отлично даже успел среагировать я макс 72 ну вот тут конечно не ожидал не ожидал неплохо видимо на пробитие вот есть я вижу две сделочки на пробитие вот этих импульсов раз зашел и вот этот массив ну есть тактические алекс 01 тоже с smart volume trading курса его опередили аж трое и кости еще ну тоже молодец кох или коч сори если неправильно назвал одна сделочка ну бенджамин конечно тут постарался поработать вот трейдер поработал так поработал так это был рубль на самом деле вот в прошлом контракте в сентябрьском принимал участие на рубле 138 трейдеров публично открывали позиции вот течение контракта есть там интересные достаточно техники можно посмотреть еврик на неделе в банк вот так вот себя показал решил закрыть двенадцатого все-таки тоже фиора с продажей без топиков вот по чуть-чуть алмрус новый трейдер не видел ни разу чак дальше там по мелочи сейчас мы фунт быстро и начнем с S&P тоже мало трейдеров было хорошо хорошо взял по фунту так ну что ж приступим сначала S&P возьмем да кстати кому-нибудь нужны непосредственно такие цветовые настройки как в этом терминале чтобы у вас такой же был по цвету в экран market watch и баровые графики класса profile потому что базовые установки немножко другие и если будут желающие то можно будет разместить набор цветов на социальной сети чтобы вы просто скопировали и могли повторить что кому нужно в общем если что пишите в skype вам сразу ссылку сбросят так сейчас мы синхронизацию еще включим из-за сбоя да насчет вчерашний вчерашнего вебинара вчера должен был быть открытый вебинар и все начали заходить а кто не попал кто в общем произошел сбой на сервере трансляции и мы ничего не могли сделать пока разобрались в чем проблема пока устранили но в общем уже было не до вебинара и времени прошло достаточно вот те кто записывался выслали ссылку на запись обзора тоже интересного полезного чтобы как бы компенсировать утраченный траченное время и собственно такой дискомфорт так начнем со стопим поехали класса profile за день если не смогли попасть на вебинар то просто напишите skype education вам сбросят ссылочку которая должна была к вам попасть на запись другого вебинара но тоже полезного так и стопим потихонечку потихонечку но уже немного осталось до полного разворота декабрьского контракта то есть по сути был на 2101 я смогу берем наш контракт чтобы более точным и ниже уже 2100 это будет в общем не до покупок точно то есть если будут ниже 2100 это уже первые намеки на нисходящий тренд и давайте возьмем с мартом сейчас три контракта сейчас погрузим декабрьский стебельский июньский будут ли какие-то уровни важные ниже по поддержке ну последнее время ну как последнее обсе не будут они частенько в начале контракта делают такой реверс как вот здесь сейчас я подгружу данные не успел настроить платформу из этих микрофонов которые что-то фанилис вначале поэтому сейчас погрузится как бы не читались банки но пятница пока еще не прошла даже даже не буквально только дошли до цен четверга то есть не сильно это напугало на волл стрит участников вот видите какие у них могут быть опасные модели это буквально вначале вот здесь они загрузились и потом сбросили как раз под брексит и ушли конечно это было как раз под брексит но они могут спокойно хотя бы на день на два идти против тренда ну пока еще не не стоит сразу расстраиваться и только продавать я думаю серьезно тренд начнется после выборов в сша и там уже нужно будет внимательно и не упустить ничего так 83 2083 и 2093 это массивность которая сформировалась из-за вот этих торговых дней и нужно еще сейчас сейчас я сделаю про скейл один лучше знаете что я layout wall street загружу заново и будет все отлично так вот другое дело так это смп открытый интерес ну нельзя сказать что он прям падает выходят было чуть-чуть вот снижение 7 8 10 вот и пока вот раскачивают маркет эти три сессии таком подвешенном состоянии ну еще не критично то есть до самого завершения модель формирование тренда на short не завершилась то есть уже есть намеки благодаря вот торговой сессии 11 числа там почти 3 миллиона открытый интерес и 2 миллиона 250 тысяч контрактов оборот за сессию и дельта была на стране селлера но с учетом таких динамик и повышенного открытого интереса все равно буквально вот сразу 13 числа перевес за байрами был 12000 правда но по ликвидности за 2 миллиона оборот превысил то есть включение как будто противовес далее 13 числа и 14 вот пока еще нет не в полной мере получила поддержку благодаря тому что пятница сегодня и на выходные не все осмелятся оставлять позиции с учетом еще отчетов банков америка понедельник поэтому ликвидности пока еще не столько сколько необходимо для сильного пробоя ключевого уровня 2100 то есть там любят ровные цифры ким как видите вот 2 2 миллиона 600 до 3 миллиона оборот был в начале этого контракта декабрьского соответственно на эти ликвидности и будем равняться вот тут как раз было пять сессий подряд очень такой ликвидный да сейчас посмотрим как раз для елен честь просто прямо в во время wall street онлайн вести конференцию ну в общем пока нет особой решительности у участников то больше открытый интерес меньше относительно предыдущей сессии но прям стремительного падения либо набора позиций пока еще не присутствует по показателю вот так лучше видно да график да то есть вот этот массив который у нас как такой бетонный блок вполне может быть это сброс стопика то есть здесь было уровень поддержки такой 2137 36 35 3 3 цены их достаточно две недели удерживали и здесь как бы под отчеты если хорошие будут могут снова набрать позиции на рост и затем уже будем следить за вот этой активной сессии 2171 67 в качестве сопротивления потом с весеннего контракта июньского у нас такой очень ликвидный блок находится выше 21 вернее 2160 2750 ну ее задача чтобы раньше времени в пляс не пустились так как выбора президента впереди я явно у них какие-то есть сценарий которые нужно разыграть до этого момента и после кстати это массивность за весну мы выделим 2177 85 вот очень плотный блок и лето не пробили за все лето не ушли выше контракта и сейчас мы видим вот сентябрьский начался пунктир на линия думаю вам видно тоже пока не может пробить контракт который был летом тут суммарный объем за лето и за то есть лето здесь немного но весна тут хорошенько ой сори это же да это лето да 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 сейчас я добавлю весну еще для полой картины 2132 видимо ничего пока страшного она не сказала хочу показать вам как вот под brexit а нет это 26 06 до под этом вроде все правильно вот начало но контракта вернее сентябрьского контракта и нас июня вот 16 17 числа ликвидность уже пошла и это вот всем ликвидные сессии подряд с 23 по 30 число выше двух миллионов тут прям почти три даже было это пример тому как формируются ключевые точки и после которых движение будет достаточно весистым и стабильным 1 2 3 4 5 2 сессии и потом еще до четверга 46 сессии подряд выше двух миллионов ликвидность за сутки было то есть похожая картина у нас 12 сентября 13 сентября 14 15 по 2 миллиона и больше было вот в этом блоке это стартовый массив но контракта и его как раз пробили то есть вернее даже не пробили вот сбрасывают возле 18 все кто лишний все кто не должен быть тренде отметим ока ключевой то есть как только уйдут ниже этого контракта вернее массива покупать уже будет не не целесообразно то есть это номер один поддержка для текущего свежего нового декабрьского контракта могут прокалывать могут тестировать то есть технически как бы и до минимума могут достать на одно сессию но вот этот маневр который был вчера принципе не сильно и после пробития 20 66 71 останется еще 87 и 85 из важных уровней давайте посмотрим что там по дельте вчера я уже говорил до 12 тысяч был перевес за байерами до этого по 20000 12 числа и 19 7 и я сам посмотрю что вот эти ребята 119 тысяч по 21 27 сегодня пятница как раз не прошла пока еще этот уровень так как у нас впереди много чего может измениться после елен вот такая дельта по ценам разбивка из интересного тут по сути такая же дельта как четверг была перекрывается полностью пока на данный момент и ну 21 20 еще были байры вчера это вот коридор которому он может пятница еще пока свободно двигаться из плохого тут практически все цены с дельтой на продажу вот начиная с 99 вот 99 под 825 и заканчивая вот 2141 на верхушке 47 тонн вполне могут быть какие-то байеры которые продавали во вторник например там где двадцать тысяч контрактов дельта процентов к дельты полтора процента было 12 сегодня уже процент фактически догнает заселеными вот такие вот у нас уровни с продаж тут 13 тысяч контрактов было по цене 2154 и 16 тысяч контрактов сейчас где-то твой был вот 16 . 2148 то есть для тех кто на покупку смотрит вероятнее будет работать на байт то вот эти ребята достаточно ликвидно тут видите 16 тонн из суммарная за сессию 19 16 прошел только по одной цене и там достаточно такая разбивка 90 90 тысяч контрактов и 74 за байерами не он дальше это за неделю с 10 числа сейчас мы выделим важнейшие уровни более точно для спекулятивных ориентиров и 21 30 37 это не ядро недели соответственно понедельник вот так вот разбил свой коридор на два таких массива и возьмем захватим их оба пускай будут не помешает так как вторник как ошпаренный ушел с этих уровней мы его маркируем пока в качестве сопротивления потом в ппк очень быстренько грузились через каждые три четыре пять долларов вот здесь один мы бросали но мы выделим самые такие крупненькие 21 42 и заканчивается сессия 21 34 вот тут конечно пробел очень большой мы выделим тогда только вторник 36 по 30 в общем поддержка вряд ли пока с этим уровнем будет точно уже определена но как важный диапазон еще про 12 число посмотрите американцы работали давайте сейчас выделю как выделить кстати хорош хороший момент я сейчас покажу как выделить какой-то определенный участок торговой сессии которая допустим вы хотите изучать либо же торговать чтобы он выделялся каким-то отдельным образом берете заходите в grid и таймзон выбирайте вот временная зона к примеру здесь стоит время с 8 30 по 15 15 числа американской сессии допустим вы торгуете европу выделили себе только европу смотрите какие идут расторговки очень и очень очень полезным наоборот надо сделать сверху черные здесь и темно-синий и будет отлично вот так видите в этом коридоре вторник и среда на 1 сессия вторая сессия после этих двух сессий обязательно нужно сбросить всем стопики в четверг вполне могли набрать как раз в этом участке самая повышенная ликвидность и закрылись на максимуме четверга пятница открывается еще выше и вот они буквально коснулись американской сессии после отчетов банков и как бы даже не пытаются еще особо давить на шорт вот мы зафиксируем 25 27 на всякий случай в качестве поддержки еще могут туда сходить просто 20 на 17 и по 20 10 это такая очевидная вполне поддержка если пятница закрывается выше своих локальных максимумов вполне можно ожидать отработку ядра недели и потом уже будем смотреть по отчету банков америка насколько он хорошо читается и какая будет реакция обязательно возьмите на 2140 2142 вот этот уровень пятницы для понедельника пригодится пригодится локация вот такая пока у нас динамика выстраивается ну и и wp пока ниже чем текущая цена и это больше на стороне байров работа так так fsx без особой пока мы уверенности тут как бы понятно 30 40 давайте лучше накладывать в профайле посмотрим осталось еще буквально чуть-чуть для у нас массивность было мы отмечали как сопротивление две сессии стремительно идут наверх и 30 40 тут к ликвиденькая так и концентрация ликвидности поддержка на ближайшее время вот и свежих уровней которые хорошо проторгованы 49 67 29 67 ликвидность идет ровно без вспышек без резкого падения то есть была повышенная активность вот до начала октября тут и волатильность соответствует соответственно сильно бросала рынок и 30 37 даже я бы взял 40 для ровного отчета вот первый уровень уже фактически они преодолели и понедельнику останется еще добить уже 30 40 потом нас ждет 88 30 90 и 30 80 в качестве сопротивления достаточно важный уровень поддержка по текущему давайте возьмем свежий новый контракт я сейчас выделю массивы основные которые ключевые и обратите внимание как формируются ступенчатая динамика набрали мы объем вот ушли потом защита своего же уровня снова чуть выше массив чуть выше массив опять сбросили точно так же как это было здесь второй раз тут уже вернулись на этот же диапазон и вот мы видим снова сброс то есть останется еще пробить 30 40 дальше нас уже вот этот уровень сопротивления ждет для приложения тренда на покупку если понедельник разворачивается и проходят лихо 29 50 67 тогда уже с покупками нужно повременить тогда то же самое фактически на даксе все то же самое только цифры цены я назову другие чтобы у вас были 620 675 это вот этот как раз пит стоп после такого затяжного на новом контракте ударного недельного тренда вот такие сессии бывают у них на сброс то есть практически прокололи даже минимум начала контракта и площадь объемных массивов 620 и до 500 и вот это ядро контракта текущего его даже взял 600 и ровно 500 вот ядро ликвидное по текущему контракту основную основные объемы прошли последние две недели в этом коридоре и вот так вот лихо сбросили ребят и вернулись опять коридор то есть останется вот пройти 675 уровень и тогда открывается зеленый свет на динамику на рост ликвидность потихонечку как бы набирает обороты ки пока все осторожненько хотят не пропустить мимо проходящий поезд зайти на него так но здесь прям смотрите индекс ртс под линеечку прям вот знаете как приманка была просто огромная приманка для трейдеров вовлекли наверное очень немалое количество питья рос открытый интерес до какого-то момента вот момент этот три дня последний чуть-чуть начал падать то есть выносят байеров похоже что давайте просмотрим до четыре дня идут дельта на short вот но чем ниже тем видите падает дельта соответственно начинают подключаться байеры и вот на этом уровне наверно их еще больше будет так как у нас тут поддержка то есть возврат пока вот минимуму посмотрим как понедельник будет завести посмотрим на классы профайле за день пока в этом контракте топовая сессия 929 контрактов за день вчера было 600 600 было 12 ну в общем под линеечку прям аккуратненько хотя вроде ничего не предвещало беды да сейчас мы подправим немножко линию тренда то немного сместился уже наклон так вот массив формируется мы сейчас его отметим на 15 минутам тайтами премии и как раз вот опорная точка для возможных возвратов до сотки до 102 может быть вот эта локация может быть зависимость того как до торгуется черка и как будет понедельник себе вести может быть даже какой-нибудь коварный гэп в любую с сторон но посмотрим сейчас давайте сейчас уровне выделю это новый контракт напоминаю стартовые массивы сформировали уровень поддержки 95 600 96 400 потом аккуратненько на следующем уровне уже разместились 900 97 200 97 800 заметите да вот три сессии и одна связь и тут пять сессий потом тоже был массив и на него уже перенесли максимальный объем целая неделя практически четыре сессии из пяти простояли в одном коридоре основные объемы там и оставили продавили этот уровень то есть это была ближайшая такая серьезная поддержка пока его прошли причем за одну сессию это ну опасный маневр то есть еще шансы есть на продолжение тренда если будут удерживать вот этот коридор понедельник откроется возвратом в этот красиво выстраивающийся тренд тогда сценарий принципе будет живой в противном случае если идут без остановки и ликвидность будет расти то лучше не покупать пока не успокоится значит поддержка номера ну это чисто номер не приоритет нас не важность подписываю чтобы было понятно какой поддержки идет речь то вторая и поддержка которая должна была быть очень важная уже уничтожена сайлерами сейчас отмечу так отдельно вот то есть тут фактически суммарно накопилось достаточно немало крупных сделок и вторую ступень в идеале должны удерживать чтобы дальше остались надежды на восходящую динамику ну и нефтянка естественно не подкачает чуть-чуть 500 и надо захватить и вот этот денек тоже пускай будут хоть и широкие хотя плотнее берем вот этот коридор это поддержки ну и на новом контракте пока вот из таких серьезных ну даже не серьезный просто уже по маркеру мы их возьмем был ориентир то есть возврат в этот коридор еще нужно пробить 101 100 тогда уже выходим в отличном ключе заходим на классер чарт и смотрим да действительно 4 сессии 129 тысяч контрактов 19 25 и 12 это все за четыре дня этой недели даже в одну цену тут выстраиваются агрессоры сейчас мы лимит немножко подправим вот здесь у нас посмотрим сейчас дельта какая там у нас 7 и 6 фиксируем это на сопротивление по дельте агрессоры четверг тут немало постарались цена пока болтается на минимуме недели поэтому вот эти 98 450 по 98 500 тут как видите достаточно широкий коридор селлеров с минусом отрицательное значение это подойти на селлерах тут еще здесь почти десятку бросили в трех тиках ну а у байеров тут очень мало оппонентов вернее коллег и тут буквально вот 700 и 1150 1550 но единственный блокпост вполне могут не удержать мы посмотрим вот этот коридор тоже агрессоров захватите как сопротивление то есть может такое быть что понедельник не пройдет этот уровень ему будет проблематично пройти этот участок тогда покупки пока отложите то есть вот этот коридорчик между 97 799 250 должны уже расширить в понедельник как раз под америку они должны куда-то пробить понедельник может стоять в коридоре но под под банков америк я думаю раскачают волатильности если нет тоже под подсобить тогда есть все шансы и так вида был пи у нас в районе 99 700 ликвидность бы первое сначала массив был в районе 101 100 с копейками и сейчас максимальный объем перенесли уже сюда 111 15000 контрактов вот 98 500 и это все за четвертые пятницы базовый массив ядра 98 450 98 750 но не немаловажные тоже две сессии формировали это понедельник вторник и часть среды вот этот коридорчик три сессии принимали участие в результате этот весь коридор развернулся на снижение и так берем 10 вернее 100 700 и захватим 100 200 это второй ядро основной массив и среда между ними в общем блок и второй блок то есть загрузка расширение загрузка посмотрим по поддержке вот эту локацию второй день уже себя засветили еще есть надежда но так как подошли уже второй раз если даже будет прокол так мы знаем что ри может запросто пойти за стопиками сходить ну в общем но ненадолго если прокол затягивается уже все можете отложить покупки сопротивление активное причем вот тут повышена ликвидность 46000 контрактов за 15 минут только вот коридорчике юности и 3057 50 плюс еще по лимиткам вот видно что здесь так лимит на крупно 99 не пускали возможно шлагбаум потом подымут и все-таки развернуться поэтому на вот этот крупный лимитный ордер я думаю нужно обратить внимание и мониторе что вы 98 800 850 все-таки пробили resistance на и пока поддержка 977 00 и 9 9 9 8 0 50 даже чуть-чуть ошибся 98 100 вот так рубль сель сейчас 50 долларов бренд 51 61 процентные изменения за сессию сокрытия не агрессивная то есть без существенных таких изменений в это фис x на рост почти процент и проценту dax рост сегодня на ртс 0 процентов то есть не мнение не в рост на покупку то есть на месте с открытием ну и у рублями так 1 8 август надо сентябрь сентября это баровый и кластер профайл дневной так достаточно аккуратно работает тот кто контролирует котировочку рубля вот такие вот у нас четыре сессии массив тут пять сессий массив потом промежуточная загрузочка 2 это 4 5 6 7 7 сессий тут рекордное число соответственно и тут принесли ядро по рублику значит 63 50 по 63 600 основной массив ядро в текущем контракте на паре доллар рубль и сейчас пятница пока ушла после отработки четверг массива важно надеюсь вы его зафиксировали и не упустили такую возможность использовать сопротивление как точку входа и массив ближайший вот 64 65 даже возьмешься 4 900 сопротивление чуть пять сессий чуть давнее чем это твой но тут целая неделя разместили с неплохими объемами тогда и вот стартовый 66 150 по 500 это вот начался контракт 4 сессии промежуточная чем воды основные блоки это там второго ранга две сессии всего лишь но его пока четверг посчитался с ним то есть это немаловажно основное ядро контракта на самом минимуме 63 250 63 600 вполне есть шансы увидеть на самом деле это тестирование может быть то есть протестили и стали на рост надеемся что все таки продавят 63 из хорошей такой агрессии в понедельник что можно будет поверить спокойно дальше в приложении динамики на шорт и вот две сессии тут как-то аккуратненько оставили следует объемной поддержки 62 950 давайте посмотрим на других модулях данные открытый интерес всю неделю набирал обороты вплоть до четверга и сегодня немножко сбросили соответственно вот самый яркий такой набор это тоже всегда четверг и только перестали продолжать динамику на рост сразу же начали спрыгивать как видите каждые три сессии сбрасывают позиции единственное вот участок где этого не было то есть в пятницу поэтому смотрим на конструкцию вот непосредственно те три сессии где было ростов крытого интереса 250 тысяч контрактов дельта 11 числа 82 тысяч контрактов 12 числа и массивчик такой же был четвертого числа в этом же коридоре вы пляшут там же по тем же ценам осторожнее возьмите на заметку что вот этот уровень к это уж лихо проторговали байры причем тут два дня подряд там один день но тоже с хорошими такими данными 50 тонн пятницу дельта в общем тут нулевая на пике могли сбросить ну посмотрим пока не продавит этот коридорчик проложение нисходящей динамики может быть под вопросом ну и те кто смотрит больше на север по динамике нас ждет защита селлеров коридора по 64 20 сейчас мы еще на споте посмотрим так ли это а здесь прямо открытую в одну строчку по одной ценушки по 65 30 это настолько крупный участник заходил что ему просто настолько крупное что он не может после 65 еще какие-то цифры убить выбрать цену там пустим 65 050 потому что его близки не поймут на этой такой юмор в общем так ну в общем были байры на основную часть неделя сегодня как бы за селлерами пока контроль но плотная сессия очень узкая и не похоже это на селлеров в общем либо байры до сих пор сражаются здесь за коридор тут как видите буквально с 63 900 и до самого минимума все на селлерах победы девятка десятка за байрами начинается уже с 940 могли сбросить там часть байров сейчас вот тянут наверх возможно посмотрим как закроется давайте спот оценим илья смотрите если есть желание посмотреть какие-то другие инструменты которые не списке стандартных которые мы рассматриваем заранее чуть пишите там поддержку либо на почту что вот такой такой инструмент очень надо посмотреть и разобраться в ситуации так это на споте 62 и 262 50 тут единственный этот до нас если только вышла за рамки этого коридора с крупным объемом 62 60 вот вот попали но но ликвидность 5 миллионов это вот за сентябрь октябрь 4 300 было еще было 4 351 4 364 4 миллион 351 и 5 миллионов сессия сама ликвидная 4 441 тысяча второй день вот повышенный объема шло и пункт тут объем начал падать то есть и сегодня тоже не особо два дня падает объем вот здесь на этом участке после сильного агрессора первых три дня недели соответственно вот этот участок будем мониторить давайте захватим все таки этого по 62 60 номер один уровень для оценки и сопротивление берем 63 60 64 ну и начиная с 63 20 по 63 40 это вот ближайший уровень сопротивление для понедельник-вторник примерно я думаю что за понедельник-вторник должны все-таки уже поставить . надо и посмотрим все это дело на дельте миллион двести семьдесят четыре тысячи было 11 числа дисбаланс на байре пока вот за этот период как видите рекордное число 857 и из этого миллиона пришлось нелегко тут 240-260 между ними там по 50 по 30 по 40 тут 120 110 7 ну в общем 62 50 можно смело брать самые такие концентрированные объемы 11 числа на следующий день 12-го тут 90 110 85 сегодня 271 53 53 по соседям и можно 65 еще захватить дополнительный уровень тут две сессии по сути вот у нас блокада где там и рисовавочка моя пропала и рисовавочка моя пропала плотно плотненько вот здесь вот массив байеров но селлеры тут тоже не дремли вот шестьдесят четыре тысячи контрактов как видите в основном стараются байеры ну 63 20 не упустим все внимание вот на коридор 62 25 62 если удастся его продавить я думаю селлеры которые у нас на 62 62 168 контрактов почти 169 перевес взяли подключится снова тут как видите идет их немало вот такие вот ребятушки пять миллионов ликвидность и вот падает так евро отчеты по банкам я уже говорил что пока не такие как им нужно то есть видно что зазоры везде очень маленькие по прогнозам даже и ожиданием и то что получилось и в общем пока все чтобы не не ненависти жуть и не создать массового кого-нибудь рубка аккуратненько читались причем согласитесь мало вообще информации по сми по этим отчетам проходит каких-то специальных статей по типу там банков америка 8000 протоколов прокурору там госсуд занялся финансовой пирамиды американских масонов нету то есть тихонько специально пока чтобы не обращать внимание на этот сектор который у них как иголка в сказке смерть кощея бессмертного в иголке она находится там то там а это находится там то то же самое в общем на евро тут бетон пока вот проломлен стартовые в этом контракте это в районе 1.12 был массив и формируется вот площадка уже на свежем уровне как видите после четырех сессий раз два три четыре сессии снижения даже тут до этого было пять шесть семь семь сессий неделя закрывается на самом таком дне и ликвидность ровная сегодня даже ниже чем вчера было вот берем 1065 ориентирный уровень 1035 если вы в продажах стоите позиционно то вполне пока нет особо таких страшных триггеров на разворот так зачем я его хотел выделить вот сопротивление тут у нас ядро контракта и он же основной уровень сопротивления массив здесь уже добраться или какие-то объемы в попыхах мы его отметим чуть темнее сопротивление может себя проявить и так этот диапазон еще нельзя включить в список поддержки то есть он нейтральный пока себя проявляет как сражение между байером и селлером и посмотрим в пандере кто победит но если пробьют хотя бы там 4 единицы достаточно так уверенно и на ликвидке вполне может быть какой-то хотя бы на какое-то время как уровень поддержки то есть желательно конечно чтобы вышли за 4 единицы то есть понедельник стремительно как будто опаздывает куда-нибудь шел 6b он же фунт он же brexit он же королев Англии он же английский чай так а это не тот диапазон сейчас вот кстати на фунте видите здесь с 6 числа был такой очень агрессивный объем 24 либо даже возьмем да 24.70 по 24.45 в качестве сопротивления пока его не пробьют на покупки пока лучше не смотреть 22.70 по 22 тут можно сказать по текущему контракту скоро будет ядро выделим пока нейтрально но на следующей неделе я думаю уже этот массив начнут расширять спекулятивно вот тут 11 числа был плотный такой ликвид уровень 23 его возьмите в качестве сопротивления то есть могут болтаться еще в коридоре ядра тут фактически пять четыре сессии так точно оставили объем падает вот скоро будет расширение вот этот уровень сопротивления номер один если даже его не пробьет фунт то есть не смогут пройти 23 то покупки точно не сегодня протестить могут то есть дойти до 23 и рвануть еще на шорт легко так как это самый топовый объем в текущем контракте как видите все эти уровни крайне важны 23.15 22.95 поменьше масштабом объем конечно но возьмите на заметочку ну и плита начинается там где сейчас ядро контракта как бы по нашим меркам это 29.70 и по даже 30.35 да 29 по 29.70 30.35 и промежуточная загрузочка на шорт 27.45 27.85 тут две сессии и плюс еще вот этого гиганта возьмите на уровне 28.70 индекс доллара тут если в среднем брать по текущему контракту начали прыгать объемы еще на прошлой неделе на этой все четыре дня как видите непонятным непонятным образом абсолютно прям под линеечку торгуются в коридоре массивы тоже оставляют все под линеечку то есть вот номер один коридор который необходимо мониторить в ближайшее время такая поддержка 97.45 55 три дня не могли сломить данного коридора поэтому пробитие этого уровня уже даст намек возможно на коррекционные какие-то движения на юг потом нас ждет вот такая массивность на минимуме здесь даже умудрились стопы снять у ребят и 95 80 95 дополнительно к этому уровню в общем коридор весь можно в качестве контрольного уровня поддержки и даже если здесь нацеливаются дальше на рост мы посмотрим еще коррекцию могут запросто сюда показать и если они намерены на шорт небольшой сброс где-то в районе вот такого торгового торгового дня и потом разворот как раз где-то может даже вторник может быть ниже 97 97 20 тогда такой сценарий под играется неплохо здесь я чуть-чуть закончу еще вот этот коридорчик вот две цены в разные дни неплохо объема добавили перед ростом 96.50 96.85 если уже пробьют вот этот коридорчик то следующая остановка тут ну и пробитие 98 это будет просто пища для обсуждений пища для размышлений плюс три сессии заколдованной на индексе долларов вот что нужно было обязательно отметить и показать вам бренд корреляция сохраняется когда рынки хоть знают куда идти перед выборами президента это исторический момент может такое всякое произойти то есть выберут не этого не не трампа и не клинтон вообще кого-то третьего персонажа допустим либо там обои подадут заберут как бы заявление на президенты все что угодно это же государство которое никогда не говорит правду вот и так это у нас бренд крутой с марк марк нефти которая отвечает за северное мая так 47 и 30 15 был стартовый массив этого тренда но пока еще он сражается этот тренд он может еще остаться есть пока шансы есть надежды 49 80 50 и 7 такая вот массивность вторую неделю видите достаточно так оперативно работают контроллеры нефтяных трейдеров не пускают ниже 51 и 5 здесь 3 сессии контроль был жесткий видите под линейку ликвидность 3 сессии и 2 сессии даже 3 сессии на этой неделе тоже по той же самой ликвидности в общем вот такой вот у нас массив образуется за две недели все то не 60 52 и еще один массив буквально через 30 центов это все два 30 52 и 80 в принципе можно их объединить в 1 30 30 центов ничего там особо не сыграет роли тут фактически одна модель и она пока вот не очень хорошо для покупок но есть шансы так как здесь вполне могли отрисовать снятие стопорей но цена болтается пока вот 5170 останется дождаться пробития в 52 80 и буквально небольшой символический момент 53 20 эта площадка основная там вроде до экспирации недалеко но в случае если будет все-таки решение ниже 51 это как раз минимум четверга вот покупки ну максимум вот уже в районе 50 и 49 8 и даже может быть 49 и 30 48 9 то есть еще коридор этот если тут будет тоже в ликвидность расти хотя бы на таком уровне 200 тысяч контрактов 175 несколько дней то есть есть шансы на продолжение роста и тренд сохранится но и тут даже по техническому анализу как раз ключевой момент удержит не удержит 10 49 тогда уже будем ждать понедельника и дельта по бренд какие-то настройки выключены что тут мало тут еще мог сидеть и накладывает сейчас мы чуть-чуть повыше поставим чтобы лишнего убрать немножко и так вот у нас ключевой точке в видно сразу и так 9 тонн 15 65 потом семь с половиной все до 25 тут же вон плотная сессия была недавно в 6 октября 8 тонн сегодня по 52 35 в общем коридор такой не слабенький вся неделя кроме 10 числа на селлерах дельта вчера 12000 контрактов по 51 95 зашло сегодня возможно это были стопари вот этот маневр наверх и этот коридор 52 65 тоже за солерами которые свежие этой с этой неделе как раз не пробила пятница в общем ситуация не сильно хорошая для продолжения роста даже возможно плачевная вот так в общем судя по динамике по дельте 6 числа буквально только понедельник и то вся дельта которую мы здесь видим она рухнула наверно на коридоре кладбище стопов тут как бы плотненько очень плотненько там разместили покупки были уже даже на ниже 51 вряд ли там эти покупки выжили почему так вот байра были до этого они потихонечку похоже сбросили свои позиции вот массив из 4 сессии потом тут еще две сессии такого больше мы не видели буквально вот были попытки начале октября и на всякий случай выделите вот это пятьдесят два ноль пять восемь тысяч контрактов дельта и четверг вот пятьдесят два пятьдесят один семьдесят двенадцать контрактов хороший перевес по дельте из сопротивления вот у нас плотность вот этих двух сессий тут девять четыре два сильные дисбалансы тут две цены это сегодня три тысячи восемь тысяч контрактов дельта там но тысячу контрактов 870 это огромные деньги полторы тысячи тысячи вот в общем вот так вот пока вот у байеров похоже опускаются руки и будем следить ну в общем ниже 51 покупать уже точно не нужно единственное там где может на уровне поддержки проснуться у байеров сработает какой-нибудь alert о том что у них там очень все печально надо чуть делать защищать вот все первых ключевой момент все сельсии тоже вторую неделю ровная ликвидность под линейку идет на этом участке у нас 879 тысяч контрактов топ а так принципе 380 390 400 в среднем ликвидность по месяцу который заканчивается скоро дельта селлеры уже себя показывали 6 числа то что и на бренд и сегодня 7000 на стороне той же банды в общем тут 4950 контрольный уровень на пробитие которого после пробития которого лучше уже как бы пересмотреть свой сценарий на рост очень внимательно байер были десятого тут 7000 контрактов за байерами и 4 давайте посмотрим на класс в чате где они оставили свой след и теперь мы видим это лучше и так плотенько простреливали движение байеров вот здесь у нас все восемь пятьдесят пятьдесят еще можно захватить тридцатую вот прям там нам на маркушке вот ну это и свежих таких диапазонов и тут у нас сколько две две тысячи двести две тысячи шестьсот четыре с половиной вот здесь здесь засели селлеры тут очень жесткая дельта и вот в принципе если не будет получаться у участников у группы которые зеленых костюмах в общем пробить диапазон по 85 50 85 50 20 на следующей неделе то есть если на следующей неделе в понедельник пробивает этот коридор идут на 51 спокойно есть шанс выполнить но вот как-то уже очень манипулятивно до движения принципе похоже все что в понедельник купили любите ровная цифра купили понедельник не получилось вот начинает выходить на симптом точно такие же объемы в общем вот так вот как только пробивают коридор 40 и 50 тут останется не на кого больше положиться будем ждать вот массив 3 сессии 49 48 50 с половиной по 48 тут три дня немножко поработали и тут даже четыре дня было на дельте аномальная дельта была в 28 сентября тут тоже заплатный массив это следующий левел 46 46 половиной но пока еще оттуда нужно дойти в случае если будет адресов по дельте на покупку могут сбросить каких-то ребят которые покупали 49 4 проверить могут даже попробовать 249 вообще вплотную дойти и потом только пойти на рост ну как видите волатильность на этой неделе была не слабой по сравнению с предыдущим периодом золото я взял за год котировку сейчас погрузится данные сервера чтобы вы могли сравнить сразу 6 контрактов данные сервера данные сервера вот и все есть ой так плотность формации два контракта фактически уже позади то есть сам достаточно долго формировали площадку и в случае подорожания то есть пока вот подстаивают массивность которая с еще с апрельского по июньский вот здесь блок такой слабенький так что я включил обратно это жал что-то и все еще в общем пока не на самом деле корректировались до буквально буквально недавних контрактов и еще его не отпустили то есть ну не пробили еще этот уровень поэтому вполне может возобновиться восходящая динамика глобально по золоту когда начнут все пугаться от выборов либо на например не того кого-то выберут и начнут сбрасывать пакеты фондовые там какие-то рисковые все уровни начнут покупать и в принципе как раз затишье перед бурей вполне может себя показать я за погрузил вот уже до текущего дня вот назад и так вот этот диапазон там сейчас мы видим то что я говорил достаточно длительное время провели как уровень поддержки хоть он и огромной для спекулятивных целей ну пока его не пробьют еще и шансы вернуться обратно как раз вот топ миллион оборот за неделю был на прошлой неделе после таких недель вот смотрите получается миллион восьмого числа ушли потом продолжал еще как минимум еще три недели или четыре до четыре после миллиона за неделю у нас такой вот четырехнедельный рост продолжался потом две недели оставили тоже по миллиону оборот сначала на 3 от корректировались и потом были на пять недель роста и вот они две недельки ликвидность больше миллиона и все уже затихли по сути как бы вот эти массивности в районе прошло контракта не текущего 3771 тут зафиксируем повышенную активность причем по одним и тем же ценам через месяц фактически там же начали защищаться очень плотно но по волатильности достаточно так узко скорее всего было мало участников им пришлось в узком диапазоне размещать ликвидность которую также не осилили 1347 56 на следующий день не прошли и через две недели снова защищают диапазон через неделю еще две недели тестирует эту туры но в общем этот массив обязательно нужно выделить или мониторить его тоже номер два по сопротивлению и ядро которое прям под линейку скорее всего какие-то очень-очень богатые люди тут невооруженным взглядом видно как именно по этому коридору идут в основном крупные объемы каждую неделю видите тут четыре недели ту две недели вот и вот такая вот импульсивность нашего тут неделька очень плотная затишье перед буря скорее всего отличается ликвидность видите тут миллиона тут 600 то допустим две недели тут две недели а здесь одна вполне может быть что это не нами ну не запланированная динамика и возможно даже как бросок но золото вот если даже посмотреть на этом отрезке времени у них обычно но следующая неделя уже идет обратно то есть вот здесь допустим стояли полтора месяца они ушли за стопами на следующем неделю развернулись обратно и потом еще продолжился шорт тоже три недели буквально неделька и все следующие уже обратно то есть они снимают стопики на недельку 2 идет в обратную сторону то же самое здесь было вот единственный вот я заметил это вот этот момент перед ростом на неделю ушли и самого минимума неделя вот целая но это было волатильный такой достаточно мощный бросок поэтому он немного отличается 1317 контрольный уровень тут два месяца не пробивали . поэтому если на следующей неделе будет пробить и 40 42 советую не покупать дождитесь расширения коридора вот этой неделе по сути как бы 68 и 48 не раньше то есть пока не сможете четко убедиться что динамика идет на продолжение роста это защита этого коридора тогда у нас будет вот такой примерно канал который удерживается вот здесь мы видим по этим трем точкам если будут удерживать тогда туда уйдут опять вы здесь видите как разворачивали долго может быть такая же проблема и за на месяц могут затянуть как раз под 8 ноября выборы в сша лидера в вождя как выберу так сразу пойдет и если не ошибаюсь скоро новогодние праздники и закупка магазинами супермаркетами золотых там даже украшений ну тоже как будет спрос должен пойти 1400 уже пропал уровень потому что gtc только на 30 торговых дней и потом этот уровень из базы удаляется хотел возобновить но это золотишко глобально в общем вот так вот вам всего хорошего берегите себя осторожнее волатильные торговые дни на следующей неделе всего наилучшего смотрите запись на ютюбе там лайкайте эти записи в общем до следующего цвет онлайн 17 числа начинается курс с биржи моёкс и школы биржи моёкс и 18 открытый вебинар приходите и будем рады всех видеть все до свидания пока вам тоже спасибо что пришли не забывайте